Меня попросили потанцевать для разогрева. Примерно то же самое, что я еще сделал. Еще я вам сказал дословно поговорить с нами. Тогда я с вами поговорю. Меня зовут Максим Мельников. Знаменитые нынче, по крайней мере, меня проролят последние две недели шутками с тут-бая. Кто видел то сакраментальное ужасное видео, поднимите руку. Я Максим Мельников. Напиши ссылку, пожалуйста. Я читал комментарии. Молодец. Я видео не смотрю, только комментарии. Некоторое такое продолжение. Хотелось бы поднять тему, насколько просто или сложно контрибьютируется в линукс, развеяется некоторые ужасы, навеянные опеннетом, слухами, и вообще продактурная творится типа, и прочий ужас. На самом деле, я из тех религиозных фанатиков, которые считают, что недостаточно что-то потреблять, надо что-то еще и отдавать. АУ, отдатчики. Отдаватель. Следовательно, вопрос. Первый вопрос. Самый важный вопрос. Здесь есть люди, которые за сабмителю хоть один патч, и он был исправлен обстримом. Поднимите руки. Нет, никак не все на самом деле. Часть людей с обстримом общаться базами. А считается, если не под моим именем вы за коммитировали? Да, нет. Комментарий, вопрос про коммиты следующий. Кто засадмитил хоть один патч, который был адресован? Ну, заприняться там с обстримом. Все равно куда? Все равно куда, в любой опенсорсный проект. Андрей, слушай, где... Серьезный вопрос ко всем остальным. Почему? Нет. Где лежат бумажки? А считаться с тем, кто у тебя. Почему не посылаете баги? Почему не посылаете патчи? Баги посылают. Ну, тут два вопроса первых. Вот они. Про те, кто посылает баги, и про те, кто посылает патчи. Я первый вопрос. А, окей. Вопрос к тем, кто не посылает ни багов, ни патчов. Почему? Ну, какие-то идеи? Лень. 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 Что еще? На самом деле, частично недоступность разработчиков. То есть, они уходят куда-то... Ну, вот с тем законной формой, насколько я помню. Значит, мне вообще, в всяком случае, было гораздо проще сделать свою ветку на кейте, чем найти разработчиков и с ним поговорить. Это хорошо, что в моей презентации у меня там, ну, примерно по отношению к человеку, к разработчику, которого считают самым невменяемым. Ну, ладно. Поехали дальше. Соответственно, основные темы, на самом деле, это лень. Непонимание того, как это сделать, боясь того, что тебя обгадят. Ну, это реально серьезно, потому что на твое письмо напишут реплай, где напишут, что ты дурак, ты ничего не понимаешь, и это останется в интернете на веках. Вот чего еще люди боятся? Боятся того, что, а-а-а, что мне там скажут, где мне что делать. Вот хотелось бы, на самом деле, развеять эти мифы. Ну, есть еще такая проблема, как сам процесс с обмечением бага и этого несчастного. В том же КДЕ, например, где все форумы заполнишь, пока найдете обмлекат, если он есть. Можно не находить обмлекат за себя, какой-то позлый подход. Дистрибутивы хотят. На самом деле, как бы, вопенсорс, на самом деле, ждет всех вас. Вот. Обстрим, он, на самом деле, very welcome. Он, на самом деле, считает, что люди должны контрибьютить. На самом деле, когда приходят любой проектные речки, если кто-то там делал вот эти первые шаги, там было видно, что чуть-чуть маленький шаг вы делаете, появляетесь где-то в рецептах, и сразу начинают интересоваться, что вы, где вы, как вам помочь. На самом деле, ну, вас ждут патчи, баги. Патчи, на самом деле, достаточно серьезные баги. Их засопить уже гораздо проще где-то там открыть, заполнить форму, потратить пять минут на писат. В кучу средств есть автоматические репортинги багов, там, например, посылки, полосать баги, прямые сообщения. Написание какой-то минимальной документации. Вообще, как правило, большинство консорских проектов есть видео, у них достаточно, не знаю, там, в один клик своим Google аккаунтом или еще чем-то зарегистрироваться, взять и отредактировать. Вот. Пару дней там поредактируйте, месяц-два-три по чуть-чуть, разберетесь немножко в проекте, может, будет больше. Вот. Письма с вопросами, в том числе и с вопросами, на любой вопрос, как правило, в рассылках отвечают. Какой Google нет, детским или нет. Вот. На самом деле это весело. Это легко и весело там. Достаточно чуть-чуть на горочку подняться, и можно с ней скатываться и веселиться. Все дети это делают, я не понимаю, почему это делают все остальные взрослые. Рецепт достаточно простой. Берем ваш самый любимый софт. Не надо искать какой-то проект, который вы там не знаете, не любите, не пользуете. Надо взять просто какой-то самый популярный софт, или не самый популярный, просто который вы любите, в котором вы заинтересованы. Вот и посмотреть на него, что вам в нем не нравится. На самом деле, начните с какой-то безумной мелочи. Вообще, я взял для примера SystemDash. Кто был в прошлом году на великолепной, знает. И вот одна из стандартных утилит, которая показывает такой аналог топа, но уже в параметрах C-группы. Я ее запустил, посмотрел, и одна вещь мне не понравилась. У него показ этой хирархии, который типа пас, он раскрывает не все, буквально два. Просто депс равно два. Есть параметр, который просто по умолчанию равен двум, и можно задать глубина равно три, тогда вот эти C-групповские хирархии будут более глубокие. Ну, я так подумал, что, в принципе, для большинства пользователей там характерно, на самом деле, то, что там в хирархии именно три C-группы. То есть там корень, там юзер, имя пользователя, я идишник, его там логин с C7. Ну, думаю, ну, странно, как по умолчанию поведение там не очень мне нравится. Давайте мы возьмем и на это откроем баг. Просто баг, тупо в лоб. Хочу по умолчанию депс равно три, а не два. Ну, простейший баг. Пример, как без него не все влазит, и как с ним, вот здесь вот часть путей более длинная. Влазит гораздо больше информации, появляется там информация, и так далее. Маленький кусочек такой аргументации. К простому значению по умолчанию. Очень легко все делается. Через какое-то время, ацепт. Все, разработчики нашли, грубо говоря, этот баг, пофиксили его. Коммит, который сделан, был обстриман, ну, примитивный и, ну, ожидаемо, да? Два меняем на три в документации, и два меняем на три в исходник. Ну, до безумия просто. И при этом нет никакого стеба, нет издевательства, нет наследчиков. Окей, чейнджет. Самым маргинальным разработчиком, с точки зрения OpenNet, обращу внимание, Ленартом. Самым маргинальным. Но при этом ничего. Окей. Засадмитили патч. Ну, в смысле, сори. Засадмитили баг, стрим решил его поправить, как бы все поправил. Единственная проблема, которая здесь возникла, это то, что, на самом деле, сори, этот баг, он фиксился десять дней. Ну, пока у обстрима, там, дошли руки, да, всего десять дней. На две цифры. Нет. Нам перелопатчут. Ну, это все знают. Список багов люди заградивают редко, там. Хочется хуячить. В общем, работать и работать. Есть подозрение, что у его производитель просто где-то случайно промахнулся циферки. Ну, может быть, попал. Не знаю. На самом деле. На полтора года один патч висит. Вот. Вот. Полтора года висит в баг-трине. Без малейшей тени зрения. Вот. Следующая штука, короче. Прошло какое-то время. Я случайно запустил этот systemd с циготопом. Минус, минус, халт. Увидел, что в одном месте было не поправлено. Вот там вот есть. А вот по умолчанию дефалт остался равен двум. Вот. Буквально вот вчера. Такой вот. Думаю, ну. Баг маленький. Теперь уже три. В документации типа минус, минус, халт. Порвано два. Второй вариант. Как можно вообще взаимодействовать с upstream, потому что... Ну, на самом деле, как можно заметить то, что меня смущает описание бага, который я заводил. Он чуть-чуть больше, чем патч. В этот раз мне было впадло заводить баг. Ну, просто поистине. Я обязательно написал патч. Ну, патч, он такой же примитивный. Единственное отличие, что уже заменял ее не на три, а добавил процент D. Аркдепс к использованию константы. Опять же, любой сичник такой патч готовит, не знаю, за 15 минут. Исходники четко структурированы в данном проекте. Найти его элементарно. Взял, поправил, засобмитил. Простое, вроде бы, действие. Опять же, рассылка там. Гид, цен, имел. Ну, минимальный объем действий. Не надо заполнять формы. Через два часа. Ацептит. Спасибо. Все. Патч в вапстриме. В следующей версии будете пользоваться. Демонстрация того, насколько просто засобмитить патч. Насколько просто открыть баг. И насколько вас ждут. Смешной патч. Ну, просто вот. Покажи мне, кто его на работе. Я просто бы ржал. Ну, хоть что-нибудь там, я не знаю, посерьезнее сделал. Может, я не знаю. Зачем время людей на такое тратить? На самом деле, нет. На самом деле, патчи ждут даже таких вот мелочных. Люди заинтересованы, чтобы было все больше и больше разработчиков. И даже в таких мелочах вы получите свое спасибо. Довольно и уйдете. Линарто. Да. Линарто. Опять же, самого маргинального разработчика по мнению OpenNet. Вот. На самом деле, простой вывод. Не стесняйтесь. Не просто используйтесь. Не бойтесь. А контрибьюйте. Это просто. И все. Вопросы и замечания дообсудить. Да. Как вы нацелились с такими проектами, которые порог для контрибьюйтинга? Например, посылочка Linux. Вот. На самом деле, что такое порог для контрибьюйтинга? На самом деле, в любом проекте есть простые и сложные вещи. В системе D можно зайти куда-то в неизвестно куда. Ну, просто там C-группы, кучу C-шного кода, их непонимание. Но найдутся какие-то места для easy things. В Linux Kernel то же самое. Я прекрасно помню пример товарища, который делал 7 патчей в Linux Kernel. Он исправлял орфографические ошибки. Ну, простите. Вот. Опять же, в Linux Kernel куча документаций. Просто ищите на самом деле. Не надо пытаться сразу захватиться за серьезную вещь. Многим по работе появляется необходимость взять что-то серьезное, починить, тогда это ныкается на проблемы. Но если вам продукты интересны, если он хочет к ним быть поближе, зайдите на него и посмотрите, что в нем плохо. Мелочь. Простая, которую вы сейчас понимаете, можете сами для себя исправить. Как правило, это документация. Ну, то, что вещь, которую в первую очередь можно легко законтрибьютировать. Второе по уровню, возможно, по степени погружения, какие-то мелкие вот такие вот патчи на погружение. Вот. Естественно, там Linux Kernel и там системы, где есть серьезный уже input, вам уже фактически нужно понять и имиджа, имени, того, что вас знают и так далее. Зачастую, да, доходя того, что надо ускаживать огромные пиар-компании, чтобы ваши патчи были приняты куда-то. Не знаю там. Типичный мой любимый пример, как параллел теперь. Два года по миру катается, чтобы их патчи поактивнее принимали, рассказывают, что они делают. Линус в последнее время говорил, что хватит патчить Linux Kernel. Хватаем с разработчиков. Вон, видите, база данных там патч. Не надо. Kernel статист. Игрыша не надо? Нет. Спилчики. Дело в том, что у нас сейчас ситуация. Заказчик захотел получить лицо устройство по лейблу в MWire Credit. И свальганили они тестовый сервис. И попытались к эсказе подсоединиться совершенно извращенным способом. Там 65 умнов создали. Ну... Для умной. Да. Для умной. И оно все тормозило страшеншим образом. А когда посмотрели в исходе, оказалось, что оно вполне понятно, почему тормозило. В один поток и с постоянными блокировками. Нет. Это когда надо. Вот и надо. Хочется. Слава Богданов уже третью неделю делал. А как это не ездить? Надо или просто хочется? Вот ему надо, а тебе просто хочется. Да. А все говорят надо. Да даже пусть один говорит надо, а все говорят просто хочется. Ну, кому бы не надо. Еще какие-то грустные истории или книгами? Ну, утра года патч на сенаторе висит в Москве. Чапель. Надо влиять на разработчиков. Этот сотрудник уже год как угодно. Ну, тогда у меня все. Спасибо. Как сказать. Возвлекайтесь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ